Такое уже было в 2014. Барнаулиц Антон Тимченко вместе с коллегами предложили Центробанку ввести в оборот купюру номиналом в 2000 и изобразить на ней Владивосток. Вдохновила их песня группой Мумий Тролль, даже запустили петицию. И ведь чуть позже такая купюра появилась, поэтому Антон не исключает и появление 300-рублевки. Мы как рекламщики, как креативщики в хорошем смысле этого слова, за любые смыслы, которые добавляются, тем более вроде как 300-рублевую купюру можно связать с какими-то шутливыми идеями, можно изобразить город Челябинск, Челябинский тракторный завод. Известная шутка про 300 рублей тракториста уже вовсю гуляет в интернете в виде мемов. А вот барнаульцы идею с размещением на 300-рублевке трактора не оценили. Мне кажется, это ассоциация больше у школьников. Все-таки нет. Студенты так уже не шутят. Если бы вы не сказали, я бы даже не задумывалась об ассоциациях. Патриоты Барнаула, наверное, должны разместить что-то барнаульское. Даже вот ту картинку, которая за вами. Можно было бы. Или набережную нашу. Много городов, которые вроде как достойны. И вот в дальнейшем, если вдруг когда-нибудь будет какая-то деноминация, то я бы, наверное, был рад, если бы располагались на купюрах не города, а географические области, например. И тогда в этом плане, конечно, Алтай, безусловно, заслуживает очень достойное место. Но вернемся к купюре в 300 рублей. Центробанк места ей в денежном обороте страны пока не нашел. Не видят сейчас необходимости в ней и рядовые россияне. Это постоянно нужно будет или разменивать, или как-то ее разделять. 200 рублей, но уже как-то более-менее привыкли, но все равно это неудобно. Неудобно. Лучше, когда деньги идут мельче. 50 рублей, 100 рублей. Но если у нас будут на все цены повышаться, то тогда будет она удобна. Экономисты уверены, не нам принимать решения по поводу появления купюры того или иного номинала. Зато рассуждают о рубле. Хотя после мартовского обвала наша валюта более-менее стабильна и в ближайшее время падать ниже 72-75 за доллар не будет, скупать иностранную валюту эксперт не советует. Многие сейчас жалеют, что в конце прошлого года, ну точнее в начале этого года, точнее в конце прошлого года не купили по 62, а потом купили по 70 и выше. И, так сказать, когда меня спрашивают о том, а что же сделать и когда же это вернется вот к этим значениям благоприятных для тех, кто купил по 77, я скажу, ну то, что это произойдет, это как бы 50 на 50. Это точно, как я уже сказал, не произойдет в этом году. Хотя голову на отсечении я, естественно, давать не буду. Факторов, которые помимо нефти и коронавируса могут повлиять на изменение курса рубля к доллару, много. К примеру, в США скоро выборы и как поведет себя мировой финансовый рынок после них уже в 2021 году не берется предсказать никто. Впрочем, никто не возьмется предположить и то, что Центробанк может в обозримом будущем поменять решение относительно появления в обороте 300-рублевой купюры с изображением Екатеринбурга или трактора на ней. Татьяна Голубева, Илья Халяпин, Николай Шелко. День с толком.